Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Наконец-таки дождались мы сегодня долгожданного отчета по американскому рынку труда. Напомню, что эта статистика интересует нас превалирующим образом, потому что именно этот отчет укажет на перспективы денежно-кредитной политики в США. Конечно же, ключевой вопрос – это сроки нормализации монетарного курса. Когда произойдет повышение процентной ставки, это ключевой двигатель, который присутствует на рынке. И мы спекулируем на этой теме уже очень давно, ну, наверное, около года точно. Каждый раз анализируя статистику с точки зрения того, сможет ли этот отчет, сможет ли указанный фундаментальный фонд сказаться в конечном счете на решение Федеральной резервной системы касательно ужесточения монетарной политики. Если вернуться к отчетам, скажем, прошлых недель и, прежде всего, комментариям ФРС, в принципе, нам уже ясно дали понять, что по мере приближения сентябрьского заседания на последующие макроэкономические данные будет сделан ключевой, основной и наиглавнейший упор. Потому что именно они будут, скорее всего, теми самыми, скажем, факторами, которые лягут в основу фундамента повышения процентной ставки. Что касается non-farm payrolls, об этом мы, конечно же, еще поговорим. Давайте все-таки не будем отходить от нашего привычного традиционного сценария. Еще раз напомню, что поскольку событие крутое, и я вас, в принципе, готовил уже к этому сегодня, можно рассчитывать на дополнительный бонус на пополнение в размере 8,5%. Это бонус, скажем, плюс к вашим депозитам, разумеется, и плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, еще раз повторюсь также, что достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребовать его получения. Бонус будет действовать до понедельника. То есть у вас, по сути, есть в запасе несколько торговых дней, точнее, один торговый день, но еще и суббота, воскресенье, чтобы принять решение об увеличении покупательской способности ваших депозитов. Еще раз напоминаю, что после non-farm payrolls мы снова вернемся к перспективам пары евро-доллар, потому что в следующей неделе, да и, в принципе, с точки зрения даже американского макроэкономического фона, будет также интересный по макроэкономическим релизам. Кодовое слово, разумеется, произнесу в ходе брифинга, либо в середине, либо уже ближе к концу. Ну, а сейчас предлагаю обсудить то, что происходит с нефтью и позициями российской валюты. Откройте, пожалуйста, графики Brent. На текущий момент мы видим то, что, в принципе, нефть снова приближается уже снизу вверх к сопротивлению, которой некогда была поддержка в 50 долларов за баррель. Соответственно, это сакральный уровень сейчас, который будет отправной точкой для дальнейшей стремительной последующей динамики. Но поскольку мы все-таки негативе вместе с фундаментальным фоном, делаем, опять же, ставку на возможность еще большей просадки позиций Brent. Но WTI будет еще ниже, разумеется, в случае сокращения, сохранения коррекционного импульса. По итогам вчерашней торговой сессии мы увидели то, что Brent уже добирался до отметки в 49. Я думаю, что это не предел, это не дно. Были даже зафиксированы значения пониже. Это многомесячные минимумы. Что касается фундаментального фона, то здесь, пожалуй, стоит освежить, а точнее обновить уже объемы производства энергоресурсов в США. В июле они достигли 43-летнего максимума в 9,6 миллионов баррелей в сутки. Что касается перепроизводства, то в связи с этим Goldman Sachs буквально вчера пересмотрел прогноз по объемам потребления нефти, опять же, на фоне объективных слабостей ключевых потребителей со стороны еврозоны и, прежде всего, экономики Поднебесной и Китая. И пришел к выводу о том, что в 2016 году предложение превысит спрос более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Честно говоря, даже при всем негативном фундаментальном фоне, при сверхизбыточности предложений, я не думаю, что это расхождение будет столь существенно. Но в целом это говорит уже по факту. Я думаю, что если динамика по объемам производства сохранится, может быть, в 2016 году мы увидим даже еще более высокий показатель. И, разумеется, это является уже среднедолгосрочным медвежьим сигналом для нефти, которая уже оказалась на минимальных отметках и, на самом деле, сохраняет такой же нисходящий тренд с точки зрения фундаментального фона. Единственное, что сейчас может поддержать позиции нефти, но это, наверное, только технические факторы. Здесь, скорее всего, в игру лучше вступать уже технарям, опять же, потому что даже с учетом фундаментального фона все-таки не будем умилять тот фактор, что нефть серьезно перепродана. Может последовать, конечно же, локальный отскок до 53-54 долларов за баррель, но в целом я считаю то, что дно по Brent мы еще даже не нащупали. Поэтому, если принимать, опять же, решение о продолжении долгосрочного трейда на Brent, нужно, еще раз повторяюсь, руководствоваться правильным подходом риск-менеджмента, потому что есть основания для коррекции 5-7%, поэтому самый лучший вариант, самый лучший расклад по этой сделке, не превышение, скажем, плеча выше 3-4. Это моя рекомендация вам на то, чтобы безопасно входить именно в нашу коррекционную идею, направленную на то, что Brent может коснуться даже отметки 47-46, а может быть даже сходить и еще ниже. Что касается других факторов, здесь, пожалуй, в целом просто так же пробежимся. Это, опять же, не только зашкаливающее производство со стороны Соединенных Штатов Америки, растут объемы производства уже также практически на рекордных уровнях в России. Что касается стран ОПЕК, здесь также исключительно та статистика, которая бьет по позициям, усиливает медвежьи сигналы и говорит о том, что, в принципе, и ОПЕК уже давно превысил ту квоту, которая, в принципе, закладывается в основу годового производства. Еще хотел отметить, конечно же, ситуацию в Китае. В последнее время мы также обращаем на нее внимание, поскольку статистика, которая выходит из Поднебесной, к сожалению, располагает в пользу того, что следующие отчеты по темпам экономического роста будут находиться на еще более негативной территории. И статистика по данным промпроизводства, к сожалению, усиливает эти медвежьи взгляды. Я считаю то, что Китай как раз будет еще одним антикатализатором для движения, разумеется, нефти. И если, опять же, учесть тот факт, что именно Китай формирует основной спрос на сырьевые товары, а этого спроса, опять же, по причине объективной слабости экономики Поднебесной сейчас нет, разумеется, тогда даже и с этой стороны можно, заходя, делать ставку на сохранение медвежьего импульса. Что касается российской валюты, здесь, разумеется, делая такую же медвежью ставку на нефть, нужно предполагать возможность еще большей девальвации рубля. В принципе, это сейчас и происходит. Мы видели то, что вчерашний локальный хай по паре USDRA был зафиксирован в районе 64,50, примерно так. Но это не значит то, что, в принципе, та девальвация, которую мы обозначали с учетом общей фундаментальной картины, она сейчас не имеет с точки зрения продолжения основания. Основания более чем предостаточно. Во-первых, конечно же, превалирующую роль будет играть нефть, которая продолжает сыпаться. И, учитывая стопроцентную корреляцию, рублю также приходится сдавать позиции основным конкурентам. Во-вторых, это сезонный спрос на валюту по причине отпусков и пик платежей, который как раз придется на этот месяц по внешнему долгу. Это совокупные негативные факторы, которые указывают на то, что, возможно, мы увидим еще более высокие значения по паре USDRAP. И, возможно, эти значения находятся выше 65. Единственное, кто может сейчас исправить ситуацию, это российский центральный банк. Но, учитывая бездействие, которое, разумеется, уже абсолютно очевидно, мы не видим то, что центральный банк вмешивается и пытается ослабить это давление на российскую валюту. Я считаю то, что, может быть, центральный банк понимает, что дело пахнет жареным. И курс USDRAP уже серьезно нацелился на движение в район 70 рублей против доллара. И после того, как этот уровень протестирован, это сопротивление снова будет на мониторах трейдеров, вот тогда, может быть, центральный банк вступит в игру со своими интервенциями, может быть, вернется к аукционам РИПО, ведет годовой интервал, что в целом создаст хорошие условия для керри-трейда и снова, скажем, через обходные пути может привести к усилению позиций российской валюты. Разумеется, инструменты в арсенале центрального банка имеются, которые могут поддержать рубль, но к ним пока ЦБ не прибегает. Поскольку нет поддержки со стороны центрального банка, поскольку налоговый период еще совсем не скоро, значит, следим за позициями нефти. Если увидим то, что нефть создает на рынке предпосылки для восходящего движения, разумеется, это приведет и к усилению позиций рубля. Но поскольку этого сейчас не происходит, бренд держится ниже 50, я считаю то, что у пары USDRAP по-прежнему имеются куда больше оснований для сохранения революционного импульса. Идем дальше. Европейская валюта. В целом мы видим то, что пара продолжает торговаться сейчас выше уровня 1.09. Там 1.09.15 актуальные котировки, примерно так. Это говорит о том, что дальнейшие, серьезные, самые интересные и волатильные движения у нас только впереди, учитывая, что сегодня мы будем анализировать ключевой макроэкономический релиз не только этой недели. Это данные по состоянию американского рынка труда Non-Farm Paralse. Разумеется, евро, даже несмотря на ту легкую бычью динамику, которую показывала против доллара вчера, сохраняет куда больше среднедлагосрочных оснований для продолжения коррекционного движения. И, скажем, просадки как минимум в район 1.08. Факторов здесь очень много. Во-первых, это объективная слабость еврозоны, экономики Германии, это расхождение монетарных политик ФРС и ЕЦБ, это хорошая, сильная макроэкономическая статистика из Штатов, это ожидание повышения ставки в США, что скажется негативным образом на динамике рисковых инструментов, это низкие инфляционные ожидания, что готовит нас к более агрессивному выкупу со стороны Европейского центрального банка, то есть к дополнительным мерам экономического стимулирования. И, разумеется, это очевидный спред доходности между европейскими, то есть, точнее, немецкими долговыми облигациями и американскими. Он постоянно усиливается и, соответственно, создает еще большую долгосрочную нагрузку на позиции европейской валюты. Но сейчас нас интересует, прежде всего, американская статистика, потому что сегодня ее будут анализировать через призму влияния на как раз решение по повышению процентной ставки. Если мы увидим хороший отчет, разумеется, евро придется сдавать позиции против всех конкурентов. Давление на рисковые инструменты будут серьезным и, разумеется, если, в принципе, эта идея будет реализована, мы сможем увидеть значение евро-доллара даже ниже уровня 1.08 к концу сегодняшней торговой сессии. И при этом сценарии, следующей неделе мы начнем уже с более медвежьих целей, которые, еще раз повторяюсь, у нас находится, как минимум, в районе 1.05. Теперь плавно перейдем к перспективам пары доллар-японская иена. Здесь мы очень детально анализировали в последнее время общий фундаментальный фон, который сейчас характерен для американской экономики. Напомню, сначала зашли с индексов производственной активности маркет АСМ, в принципе, пришли к выводу о том, что статистика неплохая. Потом у нас были хорошие данные по промышленному производству, после этого переключились на рынок труда и частную оценку EDP. Отчет оказался слабее, чем прогнозировали аналитики. Но, судя по динамике доллара, которую продемонстрировал он после публикации этого отчета, эти данные практически не, скажем, возымели какого-то негативного эффекта. Может быть, это связано с тем, что уже, наверное, ничто не способно отвадить трейдеров с этой бычьей тропы, направленной на покупку американской валюты. Поскольку, действительно, сейчас самый резонный расчет, который можно делать на рынке Форекса в преддверии, опять же, решения по повышению процентной ставки, это усиление позиций именно американца. Макроэкономические данные США мы традиционно отыгрываем в тандеме валютных активов в доллар и японская иена. И сегодня, нон-фарм-перлсы, я предлагаю отыгрывать именно в этом же ключе. Напомню, что буквально несколько дней назад был опубликован отчет по индексу производственной активности в сфере услуг АСМ. И этот отчет является одним из основных поставщиков рабочих мест для статистов из Министерства труда США. Поэтому я считаю то, что если индекс АСМ в сфере услуг у нас оказался очень хорошим, точнее, даже лучшим за последние 10 лет, есть все основания полагать, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось по итогам прошлого месяца. Именно на рост занятости я сейчас и делаю ставку. Считаю то, что этот отчет сможет оказать бычью услугу доллару и, соответственно, приблизить решение Федеральной резервной системы о повышении процентной ставки. И, может быть, его мы увидим уже в сентябре этого года. Также напомню, что у нас есть и соответствующие вербальные заявления со стороны голосующих членов ФРС. Напомню, что три недели назад мы возвращались к комментариям Булларда. Буквально на прошлой неделе трейдеров порадовали комментарии со стороны другого представителя ФРС Денниса Локарда, который также сообщил о том, что есть основания сейчас, надеется, учитывая восстановление американской экономики на повышение процентной ставки. И лично он отдаст свой голос в пользу этого решения. Поэтому, если кто-то хочет поспорить в плане того, что американская экономика не имеет на текущий момент оснований для повышения процентной ставки, я буду, разумеется, рад увидеть ваши комментарии, вашу позицию на нашем официальном канале о Маркетс на Ютьюбе. И мне будет, разумеется, интересно посмотреть на подобное суждение. Моя позиция также исключительно субъективная, но все-таки, исходя из общего фундаментального фона, я думаю, что она имеет место быть. И она фундаментально обоснована. Поскольку наша цель по паре USD и иена уже реализована, наша среднесрочная цель 125, я уже говорил, что можно замахнуться даже и повыше. Например, сделать ставку на движение этого тандема валютных активов в район 126. Также хотел отметить сегодня пару фунт-доллар. Этот актив, который сейчас мы можем уже анализировать постфактум после прошедшего суперчетверга. Напомню, что некоторое время назад Банк Англии принял решение публиковать все важные макроэкономические релизы разом в одну торговую сессию. Раньше, когда проходило заседание, разумеется, определялась позиция по основному монетарному курсу, ориентиры, прогнозы, и они выходили в свет, становились достоянием средств массовой информации в масштабе двух недель. Сейчас практика изменена, и вот вчера мы наблюдали первую торговую сессию, когда буквально с интервалом в один час было опубликовано 5-6 серьезнейших макроэкономических данных британского происхождения. Нас, разумеется, прежде всего интересовала ставка, объем выкупа активов, прогнозы по инфляции, ну и, конечно же, все-таки голосование по поводу повышения процентной ставки, потому что Англия также не хочет отставать от ФРС. Ставку оставили на прежнем уровне на целых 0,5%. Программу выкупа активов также на той же самой отметке. Что касается голосования по поводу повышения процентной ставки, то сейчас против этой позиции из 9 голосующих членов 8. Еще несколько недель назад, точнее месяц, против повышения процентной ставки было 6 голосующих членов. То есть сейчас уже мы видим, что фокус смещен в пользу того, что экономика еще не готова к этому решению, а значит, в принципе, на рынке теперь становятся актуальными те идеи, которые мы обозначали, то, что как ни крути, но Банк Англии не сможет последовать быстро за ФРСом с ужесточением монетарной политики. Поэтому слухи касательно того, что после повышения ставки ФРС в сентябре буквально через пару месяцев, может быть, к концу года с аналогичным решением может выступить уже и Банк Англии, опровергнуты. А значит, если нет оснований надеяться на повышение процентной ставки в более, скажем, относительно скорую перспективу, я считаю, что фонд лишен ключевого фундаментального фактора роста. Плюс ко всему, представители Банка Англии обсудили тему касательно уровня инфляции. Напомню, что этот отчет является одним из определяющих в решении о повышении процентной ставки. И если раньше Банк Англии и, прежде всего, Карни, руководитель, предполагал, что целевой показатель по инфляции в 2% может быть реализован и достигнут уже до конца 2016 года, то сейчас уже совершенно другие прогнозы. И я считаю, что эти прогнозы уже больше вяжутся с реальностью. Учитывая снижение цен на энергоносители, разумеется, инфляция будет находиться под давлением. И голосующие члены Банка Англии пришли к выводу о том, что в лучшем случае, когда стоит рассчитывать о разгоне индекса потребительских цен в стране до 2%, это третий квартал 2017 года. То есть еще практически неизвестно когда. Времени куча, а значит, с учетом такого настроя, я считаю, что фунт локально и среднесрочно лишен факторов фундаментальной поддержки. По этой причине я советую снова делать, точнее, рассмотреть возможности продажи британской валюты, тем более, что по итогам вчерашней торговой сессии мы реализовали еще одну инвестиционную идею, коснулись уровня 1,55 по паре фунт-доллар. Дальнейшей целью, учитывая сохранение коррекционного импульса, даже несмотря на текущий локальный откат, может оказаться уже значение 1,54. Вот туда я и предлагаю пока что метить. Что касается бонусного слова на сегодня, давайте приурочим его к американской статистике и обозначим два, скажем, кодовых слов. Это non-farm perils, такое слово-сочетание. Бонус, еще раз напомню, 80,5%. Разумеется, неплохо может увеличить покупательскую способность вашего депозита, тем более, что мы ожидаем безумную волатильность на рынке Форкса. Вопросы есть? Да, Артем, есть вопросы на нашем канале от нашего клиента Григория Барановского. Он разделяет нашу радость по достижению одной из долгосрочных целей, которая вчера была реализована. И его вопрос. Я зафиксировал прибыль, у меня сейчас нет открытых позиций поения. И я задумываюсь, где их открыть. Вы сказали, что можно попробовать через отложенные ордера. Есть ли у вас рекомендации, на каком уровне их установить? Да, хорошая позиция. Используйте отложенные ордера. Я считаю, что очень неплохим уровнем может оказаться значение 124.50. Если мы увидим то, что, скажем, пара не достигнет этой отметки, пойдет гораздо выше, выше 125, там можно уже руководствоваться целью 125, а 30, и уже с того уровня поставить соответственно отложку на дальнейшее восходящее движение к той цели, которую я уже отметил, это 126. Еще раз напоминаю, что потенциал роста американца против иены далеко еще не исчерпан. И по мнению многих инвестиционных банков мы сможем, ну, конечно же, сроки не буду обозначать, это никто не знает. Но, что касается ценовых ориентиров, сможем увидеть даже значение 130, а может быть даже и выше. Тогда большое спасибо за вопросы, ждем дополнительных комментариев и, разумеется, еще большее количество вопросов на нашем официальном канале АМаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.